Продолжение следует... На передний план выходят собранность и послушание. Одна из особенностей этого вида спорта – уважение и почтение к учителю. Здесь все движения выполняются только по команде. Мы во дворце спорта имени Кожевникова. На тренировке детской группы спортшколы номер 28, одном из отделений Омского союза каратэ. Тренер Александр Белик – серебряный призер чемпионата мира 2009 года. Восточному боевому искусству, спортивному каратэ детей обучает уже 12 лет. На размерной части наша задача была поработать на скорость, динамику, ловкость и на технику работы ног. Чтобы потом уже в основной части мы могли применять эту работу ног как на опережающей технике в атаке вторым номером, так и в технике атаки первого номера. Ты практически уже на средней дистанции запредил. Я просил атаковать с рабочей дистанции, через подшаг, ну или через запредивание. Четкие удары. Ноги плотнее, работаешь, как будто над тобой потолок. Давай ты попробуй. Быстро здесь атак. Каратэ и кия – это, наверное, неотъемлемая часть, и все это знают всю жизнь уже. Поэтому, мне кажется, дети приходят на каратэ и уже кричат кия сами. Учить никого не приходится. Я набираю детишек на занятия каратэ с 5 лет, на этап начальной подготовки. Вначале осваиваем элементарные приемы каратэ. Простые удары, прямые удары руками, простейшие удары ногами. И основной упор делаем на общую физическую подготовку, на гимнастику, на растяжку и на оздоровление детей. Действительно, упражнением на гибкость и растяжку на тренировках по каратэ уделяется много времени. Чего не сделаешь, чтобы научиться драться. А ведь именно с таким желанием мальчишки изначально приходят в каратэ. Однако за годы обучения занимающиеся приобретают нечто большее. Уверенность в себе и умение концентрироваться на главном. Самое сложное, наверное, победить себя, я считаю. То есть преодолеть все свои страхи, сомнения, выйти на поединок, справиться с собой. Кроме физической подготовки задача привить детям основные моральные и этические качества, хорошего, доброго человека, привить им дисциплину, уважение к старшим, заботу о ближних, заботу о слабых. Я очень люблю каратэ, потому что он очень динамичный спорт, интересный и тактичный. Тут нужна важная реакция и сила, и воля к победе. Наш тренер очень хороший, он всему нас этому учит с самого раннего детства. Поэтому я его очень сильно люблю. Возраст этих ребят от 10 до 13 лет. Большинство из них состоят в детской сборной Омской области. Они постоянные участники соревнований различного уровня, от городских до всероссийских. Я выступал очень много на соревнованиях. Самые большие соревнования у меня были первенство России, на нем я салил пятое место. Салил пятое место. Каратэ в Омске зародилось довольно давно, но если говорить именно о спортивном каратэ, о направлении ВКФ, олимпийский вид спорта, который признан Олимпийским комитетом, оно появилось в Омске в конце 90-х, в начале 2000-х. И постепенно от маленьких спортивных клубов и секций переросло в мощную организацию, в которую вошли многие федерации, многие клубы, которые в данный момент представляют Омский союз каратэ. Если говорить о количестве спортсменов, которые тренируются в Омском союзе каратэ, это, можно сказать, более полутора тысяч. И это причем дети не только, которые тренируются в Омске, но и спортсмены, которые занимаются в районах. У нас есть представительства в Тавричном, Ширгакульском, Омском и ВАЗО. В городе Омске существует две спортивные школы, в которых открыто отделение каратэ. Это 28-я спортивная школа и 30-я спортивная школа. В принципе, там работают квалифицированные тренеры, преподаватели, которые имеют высшую категорию. Регулярно спортсмены Омского союза каратэ выезжают на первенство чемпионата и Кубки России, где входят в десятку сильнейших. На состязаниях Сибирского федерального округа они всегда в тройке лидеров. Одной из домашних тренировочных баз является спорткомплекс «Шинник». Данная база во Дворце культуры «Шинник» уже существует давным-давно. Дианка Сергея Генщик, главный тренер, развивал эту базу. Базу за 60-90 годов. Раньше зал был тренировочный чуть меньше, а с 2005 года мы приехали в этот красивый, большой, светлый зал. Высокая концентрация, собранность, мощные и сильные движения. Понятие каратэ шире, чем просто спорт. Евгений Коршунов, кандидат в мастера спорта, призер всероссийских соревнований, отмечает, что самым сложным в изучении каратэ для него было приобретение морально-волевых качеств. В моменты, когда все казалось бы неисправимо уже, казалось бы, вот ты проиграешь, все равно вырывать. На последних секундах победу – это очень трудно. И я рад, что даже за 9 лет уже смог все эти качества приобрести. Несколько представителей Омского союза каратэ входят в основные и резервные составы взрослой, юниорской и юношеской сборных страны. Один из таких спортсменов – кандидат в мастера спорта Семен Грачев. В 2019 году на первенстве России в Калининграде ему удалось войти в призы и привезти домой бронзу. Вместе с ним на тех соревнованиях выступали другие сильнейшие каратисты региона. Серебряными стали Егор Худорожков среди кадетов и Екатерина Пустовит среди девушек. Награду высшего достоинства золота завоевала Юлия Шабалтас. На этих кадрах 13-летняя Юля демонстрирует свое мастерство в ката. С тех пор прошло 7 лет и сейчас спортсменка специализируется только на кумите. Она поделилась с нами своими успехами за последние годы. Много соревнований различных, как всероссийских, так и международных. Два первенства в России официальных по молодежи было выиграно. Несколько раз становилась призеркой. Участвовала в очень престижных соревнованиях, таких как первенство мира, к сожалению, не особо удачно. На взрослых стартах, именно на взрослом чемпионате, почему-то не получается, не сделать работу. Но я надеюсь, это все исправильно. Для меня лично этот вид спорта среди всех боевых искусств, он наиболее эстетичен, наиболее, скажем так, в нем проявляется именно вот эта вот философия, даже в спортивном, сейчас уже отвлеченном от изначального варианта карате. В спорте все равно чувствуется какое-то определенное свое течение, какая-то определенная своя история. За сборную страны Юлия выступает вот уже пять лет. Она мастер спорта России по карате и останавливаться на достигнутом не собирается. На дальнейшее, ну, конечно же, это членство в сборной первым номером и только победы, только золотые медали. Секции Умского союза карате есть в каждом округе города и в некоторых муниципальных районах области. Подробнее по телефону на экране. Продолжение следует...